Дэдпул, Росомаха и Думсдей Осталась хоть малейшая песчинка, из этой песчинки они заново регенерируют В этом и заключается их главная проблема А моё имя Арий Радослав Я самый разумный человек на Земле И я делаю разнообразные обзоры на фильмы и сериалы Записываю, выкладываю в интернет разнообразные занятия на тему самосовершенствования и так далее Но возвращаемся к непосредственно нашей теме Регенерация из чего угодно Регенерация при любых условиях По сути дела, если кратко изложить доктрину регенерации данных персонажей То она такова Если от них останется хоть одна клеточка Хоть одна, тем более, если ещё одна капелька крови, одна волосинка и так далее Они из этой части тела регенерируют То есть восстановятся в первоначальную физическую форму Такого тела, которое у них было до причинённых ему повреждений И это главная проблема Так как, по сути дела, Росомаха Логан Он постоянно бреется Бреется и, очевидно, периодически подстригается Во-первых, бритьё и стрижка Ну, стрижка, допустим, что у него вообще слишком длинные волосы не растут Допустим, это такая мутация Но бритьё на нём вообще не должно работать Потому что если за несколько минут он отращивает конечности То волосы должны вырастать приблизительно за несколько секунд И, по сути дела, всегда Логан должен ходить бородатый Этого нет Кроме того, элементы тела, они никогда не знают Они ли это последние, или тело осталось живо Или таких элементов ещё куча и так дальше То есть, по сути дела, при каждой стрижке Из каждой волосинки Росомахи Должен вырастать в конце концов ещё один Росомаха Если в комиксах говорится, что Росомаха восстанавливался в концлагере из капли крови То каждый раз, когда в ходе той или иной битвы Логана ранят Из каждой пролитой им капли крови Со временем Пусть даже предположить, что на это нужно несколько лет или даже десятилетий Но всё равно, со временем, из каждой капли его крови Должен вырастать ещё один Росомаха То же самое касается и Дэдпула Например, в фильме Дэдпул Было показано, как Дэдпул отрезает себе руку После... вернее, кисть руки После этого, через несколько часов Его кисть руки полностью регенерирует Это значит, что, по сути дела Как его тело восстановило руку Так и рука должна восстановить его тело И где-то должен появиться ещё один Дэдпул Если учитывать скорость регенерации кисти руки То на регенерацию из другой Из отрезанной кисти руки всего тела Дэдпула Должно уйти от недели... Ну, фактически, от нескольких дней до месяца Если так уже абсолютно точно это указывать Почему так? Потому что, с одной стороны, когда он вернулся домой Очевидно, с момента битвы Прошло от часа до нескольких часов Рука хоть уже начала появляться Но она ещё была как у младенца И дальше он со своей соседкой, так сказать, заснул Я не помню, или он отдельно ушёл, заснул В общем, неважно В общем, на следующий день Его рука уже была полностью отрегенерирована Мы не знаем, или она отрегенерировала за ночь Или она отрегенерировала там По прошествию какого-то времени То есть, поскольку я не имею точных часовых параметров Того, за сколько отрегенерировала его кисть Нельзя точно подсчитать, за сколько часов, дней Или месяцев должно отрегенерировать всё его тело Из оставшейся кисти Тем не менее, это должно случиться Также и Дэдпул, и Росомаха Показаны как те, кто активно вступают в половые отношения При половом акте выделяется сперма По сути дела, сперма как часть их тела Как носитель их мутировавших генов Как носитель их регенерации Также должна вся выживать По сути дела, каждый сперматизоид Даже без яйцеклетки Должен как яйцеклетку использовать Любую материю, которая его окружает И по сути, после каждого полового акта Росомахи или Дэдпула Должно возникать Даже если на это Должно уйти несколько лет или десятилетий Но всё равно, после этого должны возникать Просто стада этих самых Росомах и Дэдпула Тем более, если о Дэдпуле такое Можно сказать, что ещё не прошло достаточно времени Так как, в принципе, по разным данным Это где-то года 80-е По другим данным 70-е По третьим данным даже 90-е Создание Дэдпула Поэтому, как бы, можно сослаться на то Что ещё не прошло время Но относительно Росомахи Известно, что он воевал И в Первой мировой, и во Второй мировой То есть, Росомахи Этак уже лет Как минимум 150 Я сейчас не буду Уточнять В комиксах Марвел есть, как бы, данные О том, какой возраст ему предписывается Ещё раз Да, это неудобно Да, это не используется в комиксах Но это только Показывает нелогичность Самой концепции С одной стороны, показывается Что если где-нибудь сохранилось Вот, допустим, его сжигают Полностью Ядерная бомба над ним взрывается Взрыв полностью сжигает его тело Его скелет покрыт адамантием Поэтому он не сгорает Где-то там между его металлическими костями Сохраняется какая-то клетка его тела Чудом Полумёртвая И из этой клетки полностью регенерирует его тело Такой прецедент в комиксах Марвел есть То же касается и Дэдпула Поэтому Поскольку что-то клетка, что-то клетка Каждая конечность Каждая капля крови Каждый сперматозоид Каждый волос Не знаю, может быть даже слюна Если Ну ладно, даже слюну опустим Экскременты тоже опустим Теоретически Там этого не должно быть Не важно Обойдёмся просто Конечностями Каплями крови Волосами И допустим Спермой Ладно, даже можно обойтись без спермы Волос Просто Конечности И кровь Из этого всего По сути дела Они должны постоянно регенерировать Постоянно Там Комикс С вселенной Марвел Уже Должна быть Страна Дэдпула И Небольшой континент Заселённый Росомахами Генетическими клонами Логана Однако Это не делается Потому что Это превратится Превратит вообще Комикс Вселенную Марвел В некую бредятину И в конце концов Несколько аналогичная Ситуация У DC С Думсдеем Думсдей После каждой Битвы с ним Поскольку Для тех Кто не особо знает Кто такой Думсдей Это вымышленный персонаж Комикс Вселенной Ну и Киновселенной DC И если Его происхождение В киновселенной DC Показано Несколько спорно То по Комикс Вселенной DC Он был Созданный Представителем До Криптонианской Расы На Криптоне Очевидно Каким-то Инопланетянином По отношению Даже Криптонцам Который Пролетел На Криптон И проводил Там В доисторические Времена Эксперименты Он Он проводил Там Эксперименты Он Взял Зародыш Выбросил Его В окружающую Среду После Смерти Он изучил Что там Пошло Не так Сделал Генетические Мутации Опять Выкинул На смерть Опять То есть Подвергая Многократной Смерти Он Культивировал Элементы Самовосстановления И Сделал Так Что в конце Концов Получилось Существо Которое Убило И своего Создателя И большую Часть Живых Существ На планете Криптон Освободив Таким Путем Место Для В дальнейшем Возникновения Животных И самих Криптонианцев Я не знаю Правда Как в комиксах Соотнесено Куда он делся После того Как опустошил Планету Но это уже Отдельная история Итак По сути дела По главной Своей концепции Думсдей Регенерирует Из чего угодно Если от него Останется Хоть Какой-то Материальный Осколок Из этого Материального Осколка Регенерирует Снова Думсдей Поскольку В битвах Думсдей И теряет Конечности И конечно же Теряет клетки Своего тела Кровь И так дальше То С потерей С отделением Можно сказать Так От его тела Разнообразных Мелких элементов Все это Должно Неизбежно Приводить К тому Что из каждого Из этих элементов Возникает Еще один Думсдей То есть По сути дела Если бы В реальности С такими Жизненными Параметрами Существовало Такое же Существо То во первых Оно бы Полностью Заселило бы Планету Криптон Допустим Я не знаю Какие По Вымышленному По вымышленной Истории Криптона Там жили Животные Ну представим Что жили Динозавры И вот Думсдей Там вылазит Убил Своего Хозяина При этом Потерял Несколько Частиц Своих Потом Пошел Убивать Динозавров При Каждой Драке Теряет Какие-то Свои Осколки Из Осколков Регенерируют Еще Такие же Думсдей Убивают Других Динозавров Идут Осколки Потом Думсдей Начинают Драться С Думсдеями Из них Летят Осколки И в конце концов Все это Должно было бы Привести К каким-то Невероятным Результатам Появления Супер Думсдеев Которые бы Уничтожили Вообще Наверное Пространство Реальности Вселенной Просто Авторы Комиксов Они придумали Как им кажется Какую-то Интересную Концепцию И Однако Они Не понимают Что Эта концепция Должна Работать Во всех Случаях А им Удобно В каких-то Случаях Чтобы это Работало В каких-то Случаях Чтобы это Не работало Абсолютно Не работало Иначе Если же Довести До логического Финала Каждую Из этих Концепций Она Обнаружит Свою Абсолютную Бессмысленность Во-первых Я не хочу Даже Вдаваться В подробности Возникновения Думсдея Потому что От простого Убийства И воскрешения Того или иного Живого Существа В нормальной Вселенной При нормальных Условиях Оно должно Только слабеть И слабеть Да Здесь другой вопрос Что над ним же Еще какие-то Якобы Опыты Проводились И там Якобы Культивировалась Его выживаемость Вот этот Нюанс Уже Как бы И мог Что-то Такое Спровоцировать Но и здесь Это все Под огромным Вопросом И это Не на грани Фантастики А на грани Бреда Это фантастика На грани Бреда Такая фантастика В принципе Во все времена И служила Максимально Максимальной Продаваемости И Всегда Привлекала Больше Интереса Чем Логическая Фантастика Однако Что есть То есть Также Есть много Несостыковок В концепции Спидфорса В работе Источника питания И костюмов Железного человека Есть много Других Глюков В комиксах И фильмах И сериалах Как Marvel Так и DC Естественно Я прошу вас Делиться этим видео Я прошу вас Ставить Большие пальцы Вверх Если Видео Наберет Уважительное Число Просмотров Я тогда Займусь Рассмотрением Несостыковок Концепции Существования Железного Человека Несостыковки Зеленого Фонаря Несостыковки Идеи Супермена И много Чего Другого Но на этом Желаю успехов Желаю разумности Прошу перейти на мой канал И ознакомиться С теми знаниями С той древней мудростью Занятия По которой Я постоянно провожу Успехов